Без неприятного запаха и подтоплений до конца недели в железнодорожном районе на проезде нефтяников должны приступить к раскопкам. Рабочие начнут строительство нового канализационного коллектора, рытью траншеи и прокладки трубопровода. Полиэтиленовые трубы диаметром 315 миллиметров уже завезли. Как уверяют в Ульянском водоканале, при правильной эксплуатации они могут прослужить больше 50 лет. Здесь у нас сейчас стопроцентная готовность по материалам. У нас есть и железобетон, и, как вы видите, труба. Определен подрядчик, это ООО «Капитал». Сейчас они готовят всю согласующую документацию, получают разрешение на заход на территорию других промпредприятий, которые по трассе трубопровода идут. Две ветки напорного коллектора общей протяженностью 2 километра смонтируют вместе с прибороотборными колодцами и узлами учета. По ним на очистные будут идти хозяйственно-бытовые стоки спивзавода, мебельной фабрики и комбината «Северный». Работы завершат в ноябре, после чего старую канализацию, которая доставляла жителям немалых лопот, перестанут эксплуатировать. Единственное, что, как вы наблюдали, трасса, по которой должен пройти сейчас этот трубопровод, довольно-таки обводнена. И только это будет у нас являться сложностью, чтобы не произошло обсыпание грунта в траншею. Вместе с коллектором начинается реконструкция соседних очистных сооружений. По нацпроекту «Экология» отремонтируют в первую очередь систем биологической очистки от стойников и воздуховодной станции. Анна Тищенко, Улправда ТВ